Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, и звоните телефон, читайте, сами напоминаю. А ты мне будешь давать по 20 штук в неделю? Я уверен, что мы видим на это, что мы на этой же команде, ты знаешь, это важно для меня. Для ладушки ничего не более важного, чем утром ночи. Ты можешь верить мне на это. Мне кажется, что я больше, чем утром, чем утром. И я все-таки утром. Я сейчас выздоровел и готов к бою. Надеюсь, вы еще не всех преступников переловили. Давай, дружище. Я перебрал с выпивкой. Свали отсюда. Потерял к вам всякое уважение. Серьезно? А я должен был пьяницу и прогульщика уважать. Иди отсюда. Берч. Нэш, тут все говорят, что в городе привезли продолжение последнего искушения Нептуна. Я еще даже первую часть не прочитал. Не то, чтобы я любил книжки, но не хочу сказать сам тупым в департаменте. Хочу взять отгул и наверстать. Можно? Тебе можно, чувак. Ты крутой. Гузман. Ура, это случилось. Теперь у меня есть последний искушение Нептуна 2. Трезубец для колки льда. В мягкой обложке, конечно, но это лучше, чем ничего. На меня сегодня не рассчитывать. Я остаюсь дома. Буду читать его, пока не знаю, кто же убил бубновую шестерку. Его ведь убили на последней странице первой книги, а мы полтора года мучились догадками. С ума сойти, а? Вы понимаете меня, да? Да, Гузман, иди. Мистер Нэш. Вдова Кевин караулит копов под участками, заливает им что-то про коррупцию участки и грядущие росли. Говорит, что в наших интересах вывести тебя на чистую воду. Жаль ее, конечно, Кевин был хорошим копом. Не был он хорошим копом! И отцом. Смерть такого кому угодно крышу снесет. Надеюсь, что тебя это... Что ребята это понимают и никто не воспримет ее всерьез. Тварь мелкая. Я не понимаю, кстати. Они... Они все... Отдохнувшие. Я не знаю, как это происходит. Они все были вымотаны. Вся моя прошлая смена была убитая в задницу. Но они все свежие, отдохнувшие. Разбирайте сами. Неплохо на всю смену хотели. А ты что там нагреб? Зачем Plainview взял себе вещи, раз его не будет на смене и он вообще алкаш? Начать день. Я надеюсь, что он не заберет вещи с собой. Так. Надо назначить кого-то крутого на расследование. Давай это будет Flower Potts и Mustard. Отправлю своих лучших копов. Я думаю, я эту смену вытащу. Belmont, правда, у него не самые лучшие показатели. Но мы справимся. С нами музыка. С нами Rosenkranz. Поехали. Продолжите. Я хочу, чтобы они мне нашли просто сразу все. И заодно узнаем, влияет ли профессионализм копа на те фотки, которые они смогут сделать. Поехали. Да, они все отдохнувшие. Завтра нужно будет заплатить фраю. Поздно экономить. Пора начать зарабатывать. Любыми способами. Но у меня есть двадцатка. Я не тратил ни хрена. Дело в другом, как найти следующую двадцатку. Эй, старнэш, сэр. Я рад доложить, что прошел необходимый курс лечения котов к службе под вашим началом. Сэр. Я уверен, что мои отношения к работе и мои методы работы с подозреваемыми принесут пользу нашему департаменту и всему городу. Сэр. Флетчер. Что за Флетчер? Сэр. Мне просто так дали Флетчера? Офигенного переговорщика? Пшшш. Спасибо. Спасибо. Автобусная остановка. Пьяный рабочий пристает. Эээ. Ха-ха-ха-ха. Это случайно не тот же рабочий? В прошлый раз он мне этого... Давай, чувак, едь. И возьми с собой Бельмонта. Возможно, вы сможете... Бельмонт сможет получить пассивное, если Райзенкрант справится хорошо. Так. Пьяный рабочий стоит вплотную к симпатичной темнокожей девушке. А эти слова вообще сочетаются вместе? Ну ладно. И орёт ей лицо. Пятница. Я заберу тебя с собой. Ты богиня. Девушка, вам не докучает этот драмизм? Пригнать пьяному рабочему отойти. Наблюдать за происходящим. Так. Давай. Пьяный рабочий послушался. Копа отошёл от девушки и сдался. Оказалось, что он впервые в живьём видел темнокожую девушку и переволновался от избытка красоты. Мы точно в Америке? Так. Держи тебе переговоры третьи. Я не увидел, бельмон что-то получил или нет. Так. Здания отмечены особым цветом. Помогут вам выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с некоторыми полезными жителями Шарпвуда. Так. Склад. Это, конечно, хорошо. Детский сад. Ну, это какой-то детский сад. Мистер Нэш. Все воспитательницы снова ушли в зап... Это фразы просто. Все воспитательницы снова ушли в запой и детей не скем оставить. Я бы сама с ними посидела. Вот директор детского сада полно других забот, так що рассчитуй на нашу помощь. Сможете выделить ни одного копа, который умеет ладить с детьми, чтобы он присмотрел за ребятами, пока родители всех не заберут? Эти сорванцы, конечно, послушные, но если найти к ним подход. Да, они прямо в ангелочках превращаются. Ясное дело, я заплачу за помощь по тарифу для нянечек. Также подарю вам что-нибудь. Давай, Бельмонт, вперед. Что ты хочешь? Инстернэш, я сдаю в аренду контейнеры, где мои клиенты складируют вещи, которые по тем или иным причинам не могут храниться дома. У кого-то банально не хватает места, а кто-то предпочитает хранить свою коллекцию порнографий подальше от любопытной жены. Сегодня ко мне на работу пришли в гости внуки, и они меня страшно не поседают. Они начали играться со всем, что было у меня на столе. В итоге вы потеряли где... Что, блин, где... Я потерял. Та-та-та-та-та-та-та. И в итоге потеряли где-то в сугробе связку ключей от контейнеров. Ребята... Я, ребят, отругал, конечно, ключи, найти не помогло. Я слышал, что у вас в департаменте есть неглупые детективы, которые легко находили сбежавшие кошек и несколько лет назад помогли с переписью населения. Отправьте мне два таких внимательных человека, пусть они перероют с угроба и отыщут пропажу. А в благодарность я выделю для вас лучший контейнер, который сможете использовать под склад. Вот, это хорошо. Давайте, ребят, поехали. Бути-контейнер мне выбивать. Так, склад. Мистер Нэш, мы без проблем отыскали ключи. Был в солнечной блике, от брелка помогли найти ключи в одном из угробов. Дед был в восторге от нашей детективной работы. Видите, как классно получилось. От Донни Снороссона. Вы получаете видеокассеты с записями. Вы получаете видеомагнитофон. Заблодам за вашу помощь, мистер Нэш. Тысяча баксов. Склад. Давай консервы с тунцом. А, это на моем складе сейчас находится все, да? Если это шумовая гранат, кожаные ботинки. Я, кстати, да, вот ничего из этого не отдал. Ни ботинки, ни сигарет. Потому что я же хотел убить этого придурка. Где у меня... А, вот он будет склад, да? Хорошо. Детский сад. Это, да. Нэш. Да что это за дела вообще? Я тебе, блин, нянька, эти спиногрызы стали орать с первой же секунды. И у меня никаких... Никак не получалось их успокоить. Они как будто глухие все нафиг. Пришлось директрисе с ними сидеть. А я только вымотался в край из этих криков беготни. Блин. Ну, то, что ты вымотался, ты поедешь домой отдыхать, мне это не проблема. Ну, то есть ты не самый полезный коп. Ну, блин. Бельмант, я более высокого о тебе мнения. Центр города. Люди собрались возле большой ямы в асфальте и заблокировали проезд. Они требуют, чтобы городская власть починила дорогу. Так, блин, городская власть, почините нафиг дорогу. Какого чёрта? Так, магазин алкогольная Хейдран. Женщина избивает своего сына за то, что он пытался перебежать дорогу на Красный Свет. Избивает, блин. Не, на самом деле, мне больше понравилось про этих пьяных воспиталок из детского сада. Люди стоят поперёк дороги, взявшись за руки. Перед ним большая яма в асфальте. Руководит людьми лысоватый коренастый мужичок в солдатском пальто. Включить сирену. Приказать разойтись? Давайте, разойтись. Митингующие послушали копы и разошлись. Копы, ему часто появится лидер митинга. Вот, отлично. Пассивно качнули чувака, а ему, вон, на тебе скрытность. Красота. Так, Ария Аронович, мистер Нэш, а вы везучий, видик-то вам почти новый достался. Давайте поставим его в участке, в столовой. А по телеку вообще нечего смотреть. У нас как раз и скопилось много видеокассет с крутыми боевиками, которые мы с мужиками с радостью посмотрели. Разумеется, в рабочее время никаких фильмов. Будем только по ночам зависать. Слово даём. Да, давай. Давай, 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 давай. Мне кажется, это нормальная идея. Парикмахерская. Beauty and Beast. Красавица, чудовище. Местный житель пожаловался на слишком громкую музыку из салона красоты. Блин, а мне... Давайте я вот этих двоих отправлю. Подвыпившая женщина с бутылкой пива бьёт пятилетнего сына тыльной стороной ладони по щекам. Куда ты перся? Чё ты не видишь? Я её ещё не допила. Мальчик плачет и не смеет пошевелиться. Ударить женщину дубинкой. Приказать оставить ребёнка в покое, заломать. Давайте прикажем сначала. Женщина не послушала копа. Слышь, извиняюсь. Сама разберусь, как мне воспитывать своего... Что, блин? Что, блин? Это как вообще? Как... Копа пытался заломить женщину, а она вырвалась и ударила его бутылкой пива по голове. Полицейский потерял сознание и преступ... Какого чёрта? Музыка второй раз уже тебе такую вещь поручает. Второй раз тебе прилетает по голове. Жаль. Прям печаль. Но это вроде никак не отобразилось. А оно потом будет сказано, что полицейский ранен? Блин. Оно потом будет сказано, что полицейский ранен. И Санк Расты играет бодрый марш. В окне можно рассмотреть чьи-то силуэты. Зайти с чёрного хода. Коп зашёл в салон красы через чёрный коп отрезал. Сидит мужчина, привязанный к стулу с кляпом во рту. По его лицу красным широкими полосами размазан театральный грим. Округ стула светится неряшливая сутулая женщина. Сутулая собака с бритвой в руке сделает тебя красивым, сделает тебя красивым, красивым, красивым. Стреляем, ребят, стреляем. Она сумасшедшая. Полицейская стреляет на поражение, но промахивается, попадает по проигрыватель. Женщина успевает полоснуть бритву полицейскому по лицу. Нормально! Чувак стоит в другом конце комнаты, стреляет и промахивается. Она подбегает, бьёт его ножом по лицу и убивает. Что вообще происходит? Вот это сейчас просто какой-то театр абсурда. У меня уже двое раненых. Ладно, Рокмен на... Забейте. Три дня в больнице. Офигенно. Ну это же, блин, ну это же трындец. Забейте. Тайна черной коробки. Расследование. Вы все фотки... Нет, не все фотки до сих пор нашли. Ну там одна лишняя, скорее всего. Ладно, давайте почитать уже можно. Дверь скрыта неаккуратно, но без использования грубой силы. В замке обнаружили несколько деревянных щепок. Хорошо. Кабинет архива. Внутри беспорядок. Коробки со старыми делами опрокинуты на пол, а рядом с ней валяется десяток свежих дел подсудимых мужчин. Черная крышка от украденной коробки. Крышку... Коробки со старыми делами опрок... Коробка со старыми делами опрокинута, а рядом с ней валяется десяток свежих дел. Сьюзан Марабита, секретарь стенографист. Представляете себе? Обожаю себе помогать. Но, увы, не всегда получается. Вот несколько дней назад заходил мужчина, красивый такой монах или знахарь, наверное, потому что из-под дубленки у него торчал балахон с капюшоном. Он сказал, что выполняет святую миссию и помогает недавно освобожденным заключенным женщинам вернуться в нормальной жизни. Просил несколько личных дел, но пришлось сказать, ведь бумажки эти можно давать только официальным лицам строго под роспись. Жалко, конечно, но зато с котиком хорошо вышло. Его, кажется, снежный дикарь звали. Она дуреха, но она добрая дуреха. Джозеф Пирс, стажер. К нам постоянно заходит народ что-нибудь спросить и чаще просто поругаться. Полно старых типов и тугодумов. Однако вот такого в смешном балахоне я с деревянным колом в руках... Ага, я вчера застал у запертой двери в архив. Вон туда яро ломился. Я спросил, что тебе надо? А он ответил, что хочет попасть в сортир. Я выправдил, а потом пошел на свой пост. У нас на зиму дверь черного хода так разбухает, что толком не закрывается. Так что ночью сюда кто угодно зайти может. Хорошо, что внутри все на замках. Знахарь, знахарь, знахарь. Архивариус Финнур Олафсон. Что изгадать? Мое святилище обчистил никто иной, как мерзкий толстяк Клайд Балабс. Он давно донимал нас требованиями предоставив все документы по делу его сестры Флоры, осужденной за убийство свекрови... Так, давно он донимал по делу сестры Флоры, осужденной за убийство свекрови. Клайд твердил, что во время преступления сестра была одержима лесным духом охоты, а посему невиновна. Он уверял, что видел сестру в роковой день и заметил в ее глазах две льдинки вместо зрачков. Якобы первый признак одержимости каким существом с непроизносимым именем. Он бил себя в грудь и кричал, что за минуту докажет невиновность, если ему покажут все бумажки. Вам этого мало? А как насчет того, что его сестру две недели назад досрочно освободили, но Клайд стал приходить каждый день и требовать, чтобы его пустили в архивы и позволили смыть клевом возора с его семьи? И ведь пропали документы осужденных, которые недавно покинули тюрьму. Они у нас с собой в черной коробке, в особой черной коробке хранились, не в желтой, как все остальные. Причем Клайд не только папку со своей сестрой взял, но и вместе с этой коробкой еще несколько дел прихватил, типа следы замел. А еще этот толстяк в проход между стеллажами не вписался, коробка со старыми делами на полу валяется. Я, кстати, Клайда пару дней назад видел, видимо он добыл, что хотел и готовит апелляцию. Так, нет, не то. Вот это. Десятки свежих дел подсудимых мужчин. Подожди, 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 подожди. Коробка со старыми делами опрокинута на пол, а рядом с ней валяется десяток свежих дел подсудимых мужчин. Брат Флоры. Мужчина в балахоне. Я думаю, что это мужчина в балахоне. Он его явно не закалывал. Роется в коробке со старыми личными делами. Скрывает дверь архива. Роется в коробке. Блин, мне не хватает. Придется еще один день потратить, там не сходятся вещи. Что-то, мне кажется, или... Музыка громковата. Мне показалось, что музыка прям громкая была. Давайте еще... Так, видик. Мужчины собрались с столовой, чтобы посмотреть на видео Книфонецкое в цельские боевики. Похоже, я не умерен сидеть всю ночь. Это скажется на работоспособности? Возможно, не уверен. Но разрядка персоналу нужна. Парк имени Верховного Судьи Трента. Очевидец, пожалуйста, на молодую парочку, которая улеглась на лавочку, вызывающую трется друг от друга. Там снег, если что, да? По-моему, парень расстегнул штаны. А здесь вообще-то дети снеговика лепят, сообщил прохожий. Что ты мне тут лепишь, блин? Давайте, ребят, поехали. Что-то музыка от джаза резко перешла к такой... Я не против, просто это удивительно. Парень с расстегнутыми штанами и девушка в длинной шубе на голое тело занимается сексом на лавочке. Перцовый баллончик подкрасться к парочке. Парень с девушкой заметили коп, а я теперь со смехом убегаю, держась за руки. Из тай... У меня же нет тазера. Ни у кого из моих ребят не было тазера, но я каким-то образом смог выстрелить. На самом деле, я бы их отпустил. Они со смехом убегают. Они явно им хорошо, они ничего плохого не сделали. Коп оглушил парня у стрелами стазера. Девушка не стала бросать возлюбленного, не сдавалась полицией. Теперь их чувство ждет испытание разлук. Какой разлук? Штраф им выпишут и все, разлукой, блин. Иди тебе нафиг. Это глупость абсолютно. Весело людям было, нормально. Завершаем день. Я вообще не получу крышечек за сегодня. Семь. Семь, Карл. За семь я не куплю даже... Посмотрите на Стокмана, блин. Это что такое? Он еще и алкаш при этом. Салливан тоже красавчик. Давайте я куплю дубинку. Все куплю здесь, пофиг. Все равно покупать некого. Далее. Давайте еще один день проживем. Чуть-чуть по длине сделаем серию. Надеюсь, у нас не будет какого-то трэша. Завтрашняя смена. Вот вы, ребятки. Вы опять пойдете фотки, наверное, добывать. Посмотрим. Хотя там по одной фотке осталось, блин. Бельмонт остается дома. Этот на больничном. Поехали. Завершаем день. Чекпоинт. Доживем до 30-го числа. Так. Читаем сами. Напоминаю. Мне нравится геймплей. Вот тот, который this is the police. Боже, Лена, ты знаешь, как я поднялся на кого-то. Ты видишь Планка сегодня, да? Only if I manage to rake up all this paperwork before noon. Talking to the old man after that is useless. He'll already be soaking up his cocktails. I hear they're having problems with the new curator from the mayor's office. The one in the green jacket? I need to take notes on Isaac Brommel's testimony. You remember him. Paralyzed at the waist. It's three hours one way. I'll be stuck there until evening. So I need you to give this folder to Plunkett. Mila says that he's leaving tomorrow, flying off on some conference. So I want him to get the folder today, okay? What do you have? I want the Jack Boyd case given special status. Oh, Lana, do you even understand what special status even means? I need access to the closed sections of the police department's archive. I need to be removed from all other cases. I need two assistants. I need support from Paulson. Lana. I need a surveillance team, a judicial order for the wiretapping of four witnesses, first of all, Emma Weinstein, and permission to search her. Lana, listen to yourself. What are you trying to achieve? Do you even understand what's waiting for you? It's one thing to drag all the witnesses through here ten times. Plunkett is somehow tolerating that. But it's another thing to... Oh, God. If you... Why don't you do something... Something easier? More relevant. Have you looked at the papers recently, Reeves? No one's seen Jack Boyd for almost a year, and he's still on the front pages. Show me something more relevant. Oh, Lana, look, God knows. You did what you could. The asshole is already eight months on the federal wanted list. The feds can't find him. And you, I mean, can you? You mind-fucked all your colleagues, mind-fucked everybody, one by one, through the whole police department, plus any poor son of a bitch who ever saw him talk to him, delivered him pizza, or checked his prostate. You went through mountains of documents, some of which you were not supposed to see, and I have always been ready to look the other way. Until you come and... You're not my boss, Reeves. I don't care if you looked the other way. I never asked you for help with the investigation, and I'm still not. Just give Plunkett the fucking folder and make sure he's sober enough to read it. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Не будет проблем из-за этого? Да, не будет. Все нормально. Я поболтал сегодня с Пенкин перед работой. Бедняжка совсем сдала после гибели мужа. Отличный коп был. Какой отличный коп? Вы что, с Гавайи? Вы слепые все там нахрен. Какой отличный коп? У него же никаких умений, никаких навыков, никаких знаний. Тупой, блин, как пробка, еще и неуправляемый. Какой отличный коп? Наташа, может, ты правда не в себе сейчас, но то, что в ее словах есть, пока ты... Ну, что-то в ее словах есть. Пока ты не появился в участке, все было тихо, спокойно. Никто не возвращался домой в мешке для трупов. Очень я крепко подумал и решила, что не хочу быть следующим. Раз теперь работа копа означает, что нужно соваться под пули, то я найду себе другую безопасную работу. Я ведь сантехником начинал. Флаверпост, не порти, а что это... Ты уходишь, да, типа? Я до утра просидел в столовке с ребятами. Меня смотрели, ветер дует в зад. Раз за четыре, наверное. Какой-то момент я уснул прямо на стуле на тот момент, где девки швырнули меч в огонь. Они разбудили меня своими воплями. Я вот не пойму, какого хрена они вообще орали, но они же точно знают, что она бросит этот сраный меч. Короче, чувствую себя дерьмово. И вот остальные рады еще... А вот остальные рады еще. Мне интересно, как они протянут без сна до конца дня. Короче, флаверпост от нас свалил, я так понимаю. На самом деле, мне просто жаль, что я столько... С одной стороны, да, она... Я на ней выехал на хороших вещах. С другой стороны, жаль, что я в нее столько вкинул. Так. Музыка. Иди раз... Иди найди мне фотку, пожалуйста. И, наверное, давайте Климзи тоже кинем на расследование. Достаньте мне по последней фотографии, пожалуйста. Я очень надеюсь, что сегодня я смогу завершить это расследование. Так, хорошо. У нас, в принципе-то, сегодня вечером нужно заплатить... Ну так хорошо, на здоровье, идите в жопу. Вот этот вот геймплей мне нравится. А все вот эти вот мутки с тактическими заданиями, со всем этим... Не знаю, здесь оно не очень хорошо организовано. Свинобойня. Знаете что? Игра же, наверное, точно понимала, какую скотину они мне дают, вот этого Пенкина, и что я захочу его или убить, или избавиться от него. Скорее всего, избавиться от него мне не давали бы возможности. А вот убить это был единственный выход. А сейчас, когда я его убил, это перейдет мне к определенным проблемам. Ну, в принципе, и ладно. Супружеская пара активистов освободила от свиней, что должны были пойти на убой. Свиньи оказались голодными и атаковали супруга. Тупые дебилы. Снайпера, блин, поставить им, ага, свиней отстреливать. Так, парк имени Верховного Судьи. Басой парень в майке и шортах отнял женщину сумочку и спокойно уселся на ближайшую лавочку. Давай, чувак, разберись. Выбор музыки здесь настолько рандомный и случайный. Хорошо. Так, женщина в меховом платке разбила витрину пироговой кирпичом. Она утверждает, что вчера ей продали здесь отравленный пирог. Кто из вас еще сейчас, пожалуйста, в первый раз услышал такое слово, как пироговая? У нас... Это, в принципе, существует? Это не... Ладно. Вперед, Гузман. Тоже разберись, пожалуйста. Пожалуйста. У меня Берч остался из таких смышленых. Так. Басой парень в майке и шортах сидит на лавочке и пересчитывает деньги, высунув язык. Подкрасцем. Хопу удалось подкрасцем преступника арестовать. Его оказалось, что у него есть справка о нигде способности, а его опекун недавно умер. Ну, блин. Разенкранс вообще вымотан. Так. Супруги залезли на хлипкий деревянный забор, а голодные синие поджидают внизу. Наседлать ближайшую свинью! Уи-и-и-и-и-и-я! Вот, давайте стреляем в воздух. Звук предупредительного выстрела утонул. В рюбе и хрюкане голодных свиней. Одна из синии падает в забор, другая роет под него. Забор начинает отклониться вниз. Супруги в ужасе кричат. я не хочу тратить светошумовую твари ладно бросить светошумовую некоторые свиньи лежат в крови оглушенные или мертвые другие разбежались по сторонам с диким визгом супругов активистов тоже оглушил и они стали легкой добычу полиции идешь в переговоры так секонд-хенд close encounters две беременные женщины дерутся за парой детских ползунков аронович прям идеально под тебя задание давай поехали я съела малюсенький кусочек пирога и едва не не померла голосит женщина в меховой в меховом платке поднимает еще один кирпич и заходит внутрь за ней быстро собрались другие недовольные качества местных пирогов они хотят разобраться с пекарем сойти внутри попробовать пирог да выстрелите воздух включить сирену звук полицейской сирены отбил аппетиту всех недовольных кроме женщины в меховом платке она осталась одна в пирогу и теперь угрожает пекарю кирпичом дядя купи кирпич да выстрелить из тазера она с кирпичом но его нахрен коп поглушил женщину выстрел из тазера посмотрим придется ли подушить тюремные пироги ха 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 это копы нашли консервированные персики люн бланч на месте преступления добыча добыча консервированные персики так у меня есть картриджи картриджи лишний хорошо я хоть купил вот это и так база духа winter nights наш у меня проблемы заготовка дров для моей бани точнее проблему в одном принципиальном аспекте полин которого сослали в шарпут дожидаться пенсии он от скуки взялся за меня оказывается я вырубаю какие-то бесценные керенбергские черные дубы которые в наших краях осталось всего ничего а почему я могу вот а я могу вот так леса вокруг сплошь хвойные но иногда среди елок попадаются вот эти дубы но их разумеется мои ребята валят вместе другим лесом я пытался объяснить инспектору что пацаны мы не арбористы чтобы обращать внимание на каждую елку есть ствол значит есть идея идет в дело он в ответ только штрафом не грозит и чуть ли не тюрьмой в общем сможешь направить к нему своего убедительного человека для конструктивной беседы нужно объяснить ему что лес в порядке полиция держит все под контролем если решить проблему я открою двери мои банки для тебя и твоих ребят клянусь такого пара баньки давай ты у нас хорош переговорщик отправим это неправильно я это не поддерживаю природно защищать и деревню защищать но эта игра и в игре надо приходится делать то что неправильно подросток с пистолетом требует отдать ему все пожертвования прихожан блин ребят возвращайтесь скорее там прям трындец я туда еще и снайпера кину две женщины на поздних сроках беременности в цепи лисерки детские ползунки пытаются ударить друг друга по лицу осторожно разнять я следующий раз буду стрелять в них во всех просто нафиг коп неудачно влез между дерущимися и получил локтем в нос у него перелом пока он приходил себя женщины сбежали вы мне офигенного копа выводите на три дня даете мне штраф две сраные беременные женщины блин так мне сюда всех придется отправить мистер нэш он отдохнул кстати а я понял я переговорил с этим ботаниками внятно пояснил что полиция держит ситуацию под особым контролем его помощь здесь не требуется больше инспектор на базу интернет снесу ницами старости ну сигвал сам был так доволен ты но все что взял меня за шкирку и поволок в баньку где как следует попарил давно не чувствовал себя таким полным сил получили франкс и джин продактс хозяйственное мыло супер на склад 1300 супер отдых в бане горячий пар влажные веники вкусная еда все что нужно для счастья отдыха любой коп будет рад провести несколько часов в бане деньги заплатить ты мне 1300 дал чтобы я 1600 часу тебя потратил не спасибо так ранение понятно три дня в больнице вот это не придется кстати скорее всего пропустить из-за того что там пацан да это я не успею просто физически сюда офигенно блин подросток дрожащими руками наставил револьвер на священника выстрелить кто у нас тут хороший стрелок у тебя хорошая стрельба к попал подростку в голову никто из прихожей не пострадал только сутану священника забрызгала кровью давай тебя в переговоры немножечко качнем на всякий случай блин один вызов я просрал это печально вооруженное ограбление кто не приехал на вызов преступник сбежал офигеть просто тут час это тоже завалится 1250 вы чё делаете пьяный священник пытается распилить фугасный снаряд который раскопал на территории кладбища второе право так 850 раз два что такие требовательные эти стали офигеть так 950 760 отправить 525 этого тоже не хватает я офигеть сколько сейчас пропускать стал они появляются прямо одну за другим по так никто не приехал на вызов преступник угрозы физическому никто приехал вызов преступника сбежал гражданский погиб но это же офигенно да 525 вот вот сюда можно отправить едь сейчас тут тоже никто не приедет ранен в дтп похоже бедняк заснул за рулем офигенно ну так я так не получу новых копов потому что у меня проваливается задание вышка бы это же женщина ошалела размахивает перочином ножом и орет терпеть не могу романцы они бьют самое сердце подросток забрал славочку с ногами взял гитару гриф и готов отбиваться использовать шокер она ножом размахивает как раз сзади глушить использовать шокер ох ну хоть так хоть кого-то спасли на из преступления виски нашли так на тебе в стрельбу немножечко ранение конечно мистер наш ребят снова хотят посидеть перед везутся всю ночь честно говоря в таком режиме две ночь подряд не протянул соскакивать не хочется пацаны ведь подумай что я баба какая-то потому что не люблю боевики да и разве вам это надо чтобы сотрудники валялись от усталости после ночных постелок я вот что придумал давайте аккуратно виде их сожгу все решают что его замкнула на самом деле загорелась на следующий день ребята забудут видите да давай давай дружок я думал что они по-нормальному так тайны черной коробки открыть расследование вы достали мне они достали мне фотку клайда и достали мне фотку вот этого мужчина в балахоне крадется в суд так то сюда залезть значит мужчина в балахоне вскрывает дверь архива заходит роется в коробке со старыми этими выходит так значит строится выбрасывая часть папок и выходит что не так эмиль педерсон языческий фанат украл дело недавно освобожденных с тюрьмой женщин чтобы помочь им встать на путь истинный и я думаю он не для того чтобы помочь там немножечко другие мотивы надо обвинить верен хотите да уверен так и стороны шлистные духи нашептали мне что вы нуждаетесь в помощи к сожалению моя аура сидит иди нафиг аура у нее тут это тут это загс да блин дайте мне уже зерушный мужчина встречает копов на входе в дом скорее я запер все двери кукле некуда бежать мужчине спуганно жмется пятилетняя дочь я даже не посмотрел куда человека отправил допросить девочку девчонка плачет и не может сказать ни слова отец громко возмущается что копы допрашивают ребенка вместо того чтобы пристать папаша угомонитесь пока копы разговаривали с отцом карлик в костюме кнопки сказки белоснежка сигнал вылез из окна детской сбежал коп нашли лишь зеленый колпак на асфальте ну блин ну это же трындец какой-то blackjack вы работаете здесь недавно но уже могу сказать что вы нормальный мужик хотите сыграть blackjack после смены чисто по-дружески не на деньги покойный шериф уэлс любил перекинуться со мной картишки поговорить о том и всем то предмет в мешке возле могил не класть боевой ракеты там лежал труп пожалуй мужчина которого не было денег на ясно с подругой миссис крантер все в порядке она громко разговаривал по телефону и мешала мужу смотреть хоккейную игру по телевизору в итоге уже созрезал и фирма кабель ясно пришло время да там я не успел на сайт бесит блин я не успел на задержание поехать какого черта пока все пролистаешь пока все таки день закончен все короче вы не успели ты бесит а когда мне завтра арестовывать этого придурка что ли а кстати может быть и завтра может ну типа занавес ничего не случится я три дня это расследовал день завершён так игра идет до пяти побед а правило blackjack а вы и так знаете постарайтесь набрать 21 никак не больше а то те еще и играть буду а это будет кстати интересно почему а мы в открытый blackjack играем 8 17 хватит мистер нэш так так девятка еще 19 хватит 19 ничья хорошо тут 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 13 сейчас картинку дадут и все да мистер нэш так 20 пока что хорошо 12 еще 22 офигенно а мы до скольки играем до пяти 12 еще 16 а тут сбоку показывает показывает смотрит на то что я просто тупо считаю сколько хватит мы победили ну ладно первая победа чувак сам себе перебор сделал 19 хватит 3 3 так потихонечку отыгрываемся так кстати не интересно оно тут показывает сколько до этого надо было высчитывать еще кажется 9 еще один туз дайте 19 хватит 3 3 и 17 да хватит не ладно но тут рискованно было я мог запросто проиграть можно было рискнуть я все равно проиграл бы ладно 19 хватит чувак на 17 решил остановиться 18 18 хватит ай-яй-яй-яй как повезло челу прям да до 5 играем 5 4 хорошо это было это было честно это было весело мистер нэш спасибо за игру но я не просто так вас позвал у меня с шерифом Уэллсом было соглашение за небольшую плату я служил его глазами и ушами в участке и теперь буду вашим за это я хочу 500 баксов и антибиотики каждую неделю надеюсь проблем не будет а у меня не было шанса отказаться блин ох сейчас с меня минусов насчитают погибшие гражданские нет это конечно в ноль ну то есть как я буду нанимать новых полицейских если мне не хватает полицейских для этого задания но как я буду нанимать новых полицейских если я проваливаю задание короче ладно это замкнутый круг далее давайте двое покалеченных трое уставших в усмерть смена из пяти копов по крайней мере детективное расследование сейчас не надо будет проводить смена из пяти копов трындец просто какой то ну под и блин где что почему под ими уже пидурок пошла нафиг пошла нафиг отвратительно ну это единственный способ разговаривать с психопатками пошла нафиг если вы будете терять больше язычков чем зарабатывать течение трех дней подряд лили ничего не станет кроме как вызова федералов я понял это сегодняшний день был сделан специально для того чтобы я потерял больше чем заработал это была скриптовая фигня очень печально потому что они мне кинули в какой то момент буквально четыре дела одновременно в которых нужно по тысяче плюс репутации ну то есть везде пошла в жопу так все ребят чекпоинт поэтому будем заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем пакета это это а и и и и и и и и и